Здравствуйте! В эфире новости на телеканале НТС в студии Айджан Казакбаева. Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в одном из кафе в городе Кочкоратаджо Алабадской области. Двое госпитализированных в тяжелом состоянии. Состояние остальных двоих оценивается как средне-тяжелое. Взрыв прогремел накануне. Пострадали житель села Туркенту к Тугульскому району и трое граждан Узбекистана, работавшие в кафе. Трое доставлены в больницу города Кочкораты. Один госпитализирован в Ожскую областную больницу. У последнего 40% ожогов тела. По факту назначены необходимые экспертизы и проводятся расследования, сообщили в ОВД Джалабадской области. На месте работает следственная группа ОВД Ноокенского района. По предварительным данным, в пекарне произошла утечка газа, после чего по неизвестным пока причинам произошел взрыв. Что не день, так авария с участием большегрузной машины. Очередной ДТП и снова на участке Анкур-Сай, что по дороге в Кадамджайский район. В 4 утра там перевернулась фура. Благо, находившиеся в автомашине двое мужчин отделались испугом и легкими травмами. В Ложбине Анкур-Сай часто случаются аварии. По сообщению госинспекции по экологической и технической безопасности, связано это с мостом. Местные жители называют его красным. Водители едут на большой скорости и не могут справиться с управлением на резком повороте, и машина вылетает в русло высохшей реки. Только в течение прошлого года на данном участке погибло 27 человек. Многие получили травмы. Специалисты госэкотехинспекции несколько раз поднимали вопрос о необходимости перестроить этот участок. Однако вопрос до сих пор не решен. Второй день находится с рабочей поездкой в Баткенской области Сорумбайдженбеков. Сегодня глава государства проводит встречи с жителями города Баткен и Баткенского района. Выступая перед жителями, президент отметил важность работы по сокращению миграции, поддержке малого и среднего бизнеса. В регионах будут построены перерабатывающие предприятия, чтобы ни один выращиваемый фермерами продукт не оставался непереработанным. Чем быть мигрантом в чужой стране? Лучше у себя на родине заниматься сельским хозяйством, держать скот, сказал президент. Также глава государства рассказал о своих визитах в соседние страны. С Казахстаном подписано соглашение о режиме границы. Шавкатов Мирзиёевым был решен вопрос по 85% границ. Такие же переговоры прошли с президентом Таджикистана. Отметим, накануне Сорумбайдженбеков принял участие в открытии биофабрики в городе Баткен. Будущее Кыргызстана за производством экологически чистых продуктов, подчеркнул он. Со смертной себестоимостью в 14 миллионов сомов предприятие сможет обеспечить рабочими местами порядка 30 человек. На сегодня, кроме Баткена, биофабрики, выпускающие органические препараты сельхозназначения, уже функционируют в Бишкеке и Аше. Такую же фабрику планируют построить и в Нарыне. Наша сельхозпродукция может составить конкуренцию на рынках ЕАЭС, мировом рынке. Для этого мы должны проводить правильную политику в сельском хозяйстве и поддерживать наших фермеров, давать им верное направление, сохранить экологическую чистоту отечественной сельхозпродукции. Открытие биологической фабрики является очень хорошей новостью для всей республики. Биофабрика имеет большое значение в производстве экологически чистой продукции. Здесь будут производить препараты, уничтожающие вредителей сельхозкультур, но в то же время безвредных для здоровья человека. Баткенскому региону, считающемуся аграрным, было необходимо именно такое предприятие. Отметим, что это его вторая рабочая поездка по регионам страны. В должности президента свою первую поездку он совершил в Джумгальский район Нарынской области. 75 миллионов сомов потеряло акционерное общество Бишкек Теплосети из-за аварии на столичной ТЭЦ. Более того, по предварительным данным, пострадало 92 объекта теплосети. Поступило 51 заявление на восстановление ущерба. По ним составлены предварительные акты. Если пострадавшие не согласны суммой и возмещения за ущерб, Бишкек Теплосеть в таких случаях привлекает независимого оценщика. На данный момент независимому оценщику уже передано 11 материалов. Предварительная сумма ущерба по обследованным участкам, без учета работы экспертов, составила 460 тысяч сомов. В Евразийской экономической комиссии новый представитель Кыргызстана. Решением глав государств членов Евразийского экономического союза, министром по энергетике и инфраструктуре назначен Эмиль Кайкиев. К своим обязанностям он приступил 20 февраля. Отметим, что коллегия комиссии состоит из 10 человек. Каждую страну союза представляют два члена коллегии. До назначения Эмиль Кайкиев с марта 2015 года по вчерашний день занимал пост заместителем министра иностранных дел. Пришел он на место Адам Кулы Джунусова, который работал в комиссии министром по энергетике и инфраструктуре с момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Кроме Эмиля Кайкиева в комиссию также входит Мукай Кадыркулов. Он является министром по таможенному сотрудничеству. К осени школы с шестидневным обучением перейдут на пятидневку. Соответствующий указ подписал глава государства Соромбай Дженбеков. Депутатами закон был принят 10 января 2018 года. С введением пятидневки, считают парламентарии, можно решить две проблемы. Сократив школьную нагрузку, создать ученикам возможность посещать различные спортивные секции, познавательные кружки. А у учителей появится дополнительный день для отдыха. Взгляд с востока о геополитической ситуации в Азии. Накануне с будущими дипломатами и экспертами-международниками поделился профессор кафедры международных отношений Высшей школы гуманитарных и естественных наук Токийского университета доктор Син Кавасима. Специализируясь на Китае, как отмечает сам профессор, невозможно не обратить внимание иностранной Центральной Азии. Ведь наши государства существуют в тесной взаимосвязи с Поднебесной. В рамках японо-китайских отношений, отмечает Син Кавасима, страна восходящего солнца, как одна из наиболее развитых, пристально следит за тем, в каком направлении сегодня смотрит Китай. Ведь экономики многих стран завязаны на китайском рынке. Япония, в свою очередь, всегда проявляла большой интерес к этому региону. После обретения независимости нашей республики со стороны японского правительства оказывалась немалая поддержка, финансировались многочисленные программы. Сегодня, по словам профессора Кавасима, Япония снова намерена возобновить подобную деятельность в таких странах, как наша. Однако это вряд ли будут индустриальные проекты, а больше образовательные. Действительно, 10-15 лет назад интерес к Кыргызстану поубавился. Но причина тому – внутренняя ситуация в Японии в начале 2000-х. Рост японской экономики резко упал, и на этом фоне в обществе негативно стали относиться к программе помощи развития другим странам. Бюджет был урезан, и Кыргызстан – не единственная страна. В последние годы японское правительство снова пересматривает этот вопрос и хочет возобновить подобные проекты со многими иностранными государствами. Политика Японии в этом плане снова меняет курс в сторону усиления сотрудничества. Для Японии Центральная Азия – важный регион с точки зрения ее геополитического положения. Ведь ваши страны расположены между такими силами, как Китай, Россия и Индия. В плане инвестиций я бы сказал, что для японских компаний очень трудно найти шансы для ведения общего бизнеса в какой-то сфере. Даже добыча полезных ископаемых. Для Японии есть более дешевые варианты и более близкие географически. Участие нашей страны может быть в другом. С учетом того, что сегодня снова планируют запустить программу официальной помощи развития, и если бюджет в отношении Кыргызстана будет достаточно увеличен, то прежде всего, на мой взгляд, нужно делать ставки на образовательные проекты. И это как раз вопрос дипломатических переговоров. А они идут в последнее время часто и очень плодотворно. Это были все события к этому часу. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 20.30 и в 21.30. До встречи. Продолжение следует...